Проблема паводков на курорте круглогодичная. В Сочи 43 реки. В зону риска, как правило, попадает ряд населенных пунктов Адлерского и Лазаревского районов. А это порядка 1700 домов. Вероятность возникновения наводнений усиливают и погодные условия. Чтобы не допустить возникновения ЧАЭС, в Сочи постоянно проводится работа по защите населенных пунктов, расположенных в руслах рек. Отважена система предупреждения мониторинга ситуации на реках и водоемах, расширилась сеть гидрологических постов на реках, совершенствуется система экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях оперативного реагирования и выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ принято решение о необходимости введения режима функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена города Сочи на территории села Кепша и на территории Волковского сельского округа. Тем не менее, отметил председатель городской комиссии ПУЧС, факты несвоевременной очистки русел рек имеются. В ходе сегодняшнего заседания главы районных администраций отчитались о проделанной работе и обозначили приоритетные задачи по оперативной ликвидации засоров русел. На ближайшую неделю осадков на территории муниципалитета не ожидается, и риска подъема уровня рек нет. А вот в Высокогорье будет обильно таять снег. Краткосрочный прогноз гидромедцентра показывает рост температуры воздуха от 8 до 10 градусов тепла, в предгорных зонах до 20 градусов. Поэтому сочинцам и гостям курорта следует внимательно относиться к информации от МЧС и противоловинных служб.